тренер что он не хочет работать он все знает но он за такие деньги просто не будет вкладываться в свою работу или что он на самом деле просто ничего не знает но хочет денег имеет три полноценных взаимозаменяемых состава сборных а ему не понравилось как ты сегодня поднял все поедет другой поэтому все поднимали так что побольше его нравилось ну конечно сейчас же мне там могут сказать кто ты такой да никто и я изучаю тяжелую атлетику а вы не эти вопросы были саш да есть вопрос ты говоришь соревнования откуда тут масло что тогда подразумеваешь как какие рычаги или процессы чтобы это произошло масло что ты допустим медиа или что там реклама я все понял я все по три бутика все понял атрибутика реклама медиа и так далее когда происходит когда все это актуально когда мировые рекорды бьются что нужно сделать нужно воспитать чемпионов легитимных чемпионов которые пройдут все тестирование вада причем успешно и тогда люди увидят по телевизору как российский штангист дал бой великому маша талахадзе или увеличающие спортсменки современности лидии валентин выиграл российской спортсмен о боже ты еще с мировым рекордом представьте кроссфитеры просто побегут тяжелую атлетику как это сделали американцы уже они отказываются от кроссфит в пользу олимпийской тяжелой атлетике ввиду того что кроссфит по статистическим данным очень опасно ну ладно про него не будет так вот нужно сначала воспитать чемпион в закрытых условиях зачем кому-то что-то показывает воспитать вывести на помост без колдежа без трендежа без всего вывести на помост и показать как никита сергеевич и вот тогда люди посмотрят в сторону тяжелой атлетики а сейчас что толку ну кого рекламирует ну как я развиваю спорт я надеваю халат и там толкаю штангу на кухне это развитие спорта нет ребят или там кульбиты какие-то сальто делают ребятки красиво бесспорно было его молодец он занимается тем что ему нравится условиях дисквалификации ему это нравится пожалуйста но это не имеет отношения к олимпийскому виду спорта под названием тяжелая атлетика который финансируется налогоплательщиками имеет просто колоссальную колоссальное количество вас залов а тренеров нет ну получается что нет то есть если мы берем с вами логику отключаем эмоции что вот это хороший человек да там хороших людей много главный какой-то специалист один хороший специалист в болгарии как бы так вот без обыграл весь мир мы поняли имеет три полноценных взаимозаменяемых состава сборных а ему не понравилось как ты сегодня поднялся по есть другой поэтому все поднимали так что побольше его нравилось найдите там у него блин ты где-нибудь посмотрите видео есть все есть вам не надо ничего разжевывать возьмите посмотрите если вам интересно где там блин ты где там свисы что ничего такого нет или прыжки запрыгивания какие-то плеометрик нет там ничего берут с помоста толкают рвут и обыгрывает весь мир опа и на технику не работают по 5 раз ну конечно сейчас же мне там могут сказать кто ты такой да никто и я изучаю тяжелую атлетику а вы нет и я буду знать больше через год чем те кто просто смотрит youtube пишет комментарии и лайки в группах фотографии там был их времен когда штангисты завоевывали медаль вместо того чтобы изучать информацию да она нудно она полезная именно так люди прогрессируют они развивают что там конец стабилизатор саша еще вопрос да я просто с этим еще вопросик то есть мои получается что ты предлагаешь что грубо говоря замкнулся в рамках какой-то там вообще рамках подготовки к основным турнирам то есть восстановить восстановить до восстановить значит репутацию тяжелой атлетики россии можно только побеждая на международных турнирах но это же время это же идет время все верно а спортивные деятельность спортсмена она очень короткая и если пройдет 5-6 лет тут у спортсмен который был сейчас как бы середняком он уже грубо говоря уходить на пенсию из кого-то будут каковаться вот эти вот те чемпионы которые а это даже не олимпийский цикл это дольше вот это лет десять примерно получается ли здесь берешь детей битва не забвение я промазал фоком а что массовой я взаимосвязь массовость сейчас массовость это 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 просто это просто восхищение мракобесия это сейчас называется массовостью посмотрите сколько у нас ребят участвует турнирах а я я это вижу так посмотрите сколько потенциальных инвалидов у нас участвует турнирах а если родители узнают об этом как это будет до каждый родитель за ребенка подписывает договор где сказано о том что ребенок обязуется тренироваться получать медильную ему будут оказывать медицинскую поддержку методологическую поддержку и не будут применяться абсолютно никакие запрещенные препараты а потом что мы видим одного поймали второго да ни одного и второго один десяток поймали функционеры это все поймали поймали главное чтоб составы не сняли и вот так вот в режиме невмешательства федерация тяжелой атлетики в лице исполкома в лице президента просто открещивается от всего что происходит тренеры которые получается что химичи своих учеников не несут абсолютно никакой ответственности и занимают ответственные посты в том числе в исполкоме действующий исполком открывайте и смотрите о чем речь спортсмен значит дисквалифицирован и не имеет права занимать никакую должность а тренер сидит себе и говорит да это он сам взял пошел в туалет себе и нантатор поставил 10 миллилитров придурок и все я не знал правильный полностью невиновники саш ты поднимался я да я все разобью эту тему я являюсь тренером именно начальному дарскому приходит вот просто нулевые дина и допустим если раньше например взять мое время там 80 90-е годы ну вот сидели в школе на уроке и начале урока заходят там где либо директор или вызовы школы приводят какого-то человека который говорит дети у нас открылся кружок там такой-то такой-то там либо спортивная лента музыкально приходите потом контакты там по такому-то адресу либо в таком-то кабинете этого здания мы в такие-то часы работаем приходить то сейчас чтобы попасть в школу это просто невозможно потому что в самих школах существуют какие-то кружки и они между собой тоже борются за присутствие потому что ну я я полностью разобью тему потому что в каждом кружке но те кто ведет ведут эти кружки они тоже борются за то чтобы они была заполняемость потому что получают деньги сейчас все на коммерческой основе и получается что ты хочешь попасть в школу во-первых тебя охрану за пару не пустит а во-вторых но вдруг и педофил конечно во вторых если даже позовешь директора он тебя не пустит потому что он заинтересован именно в своих ставках своих кружках все то есть пока получается ты захочешь набрать нет возможности получается что стоит на улицу как ты говоришь как педофил да и вот так открываешь плащ длинный а там тяжелоатлетик тяжелоатлетик нет я на это все правильно я можно теперь да в 2016 году я был готов лично ходить по школам но прекрасно понимал что меня просто так не пустит поэтому я спрашивал в там федерации тяжелоатлетики москвы какой документ который меня презентовал как человека адекватного да не педофила а представителя федерации тяжелоатлетики москвы документ такой не получил ну долго я его не выпрашивал пару раз просил не далее черт с вами плюс сейчас каждый ребенок он что на уроке что на перемене к сожалению он находится в сети они его внимание не прикол не приковано к учителю преподавателя поэтому сейчас есть такие прекрасные вещи как социальные сети youtube вот каналы и так далее то есть если подключиться грамотно нанять специалистов аналитиков области айти технологий если вообще хоть чуть-чуть понимать что 21 века и сейчас много что делается в интернете то можно даже избежать по ходу по школам далее но 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 например федерации атлетики москвы многие даже не знают как пост сделать там фейсбук про россию что говорить ну представьте как мы будем развивать в 21 веке что либо не зная как пользоваться технологиями 21 века у нас все есть технологии только что осталось кпш и великий алексеев все это все технологии я сам категорически не согласен необходимо привлекать специалистов извне хватит этих тренингов по повышению квалификации а и так бестолковые если бы на либо нанимаете специалистов которые действительно в этом понимают но самолюбие позволяет понял хорошо без проблем тогда нанимайте акишников но сейчас например чемпионат борьбалкарии правильно чемпионат кабардино-балкарии там огромное количество детей один регион один регион при грамотном подходе сможет собрать полноценный состав сборной а вы говорите про то что людей не будет хватать массовости всего хватает и будет хватать и без там каких-то диких килограммов рывка вот наших именитых штангистов будет хватать нам нужен два-три олимпийских цикла но с учетом тотального невмешательства вот этих вот людей которые палки в колеса сами себе вставляют а потом ворут а это аян упал головой ударился сам себе палку в колеса это вада это аян то его спортсмен поймали а это он сам я ни при чем еще я как раз я просто столкнулся вот именно это это проблема вот что касается массовости это идут именно проблемы вот я столкнулся с чем-то раньше например можно было на столбах миши да бежишь объявление вот у нас есть улица она длинная и я на каждом столбе вешал объявлений но настало время администрация начинает бороться с этими ладно я приглашаю секция здесь всякие там продаю там предлагаю там его чтобы бороться с такими объявлениями администрация стала эти столбы все по кругу на высоту там два чтобы человек не дотянулся то есть ты уже не наклеить опять то есть то возможность которая была ее тоже убрали я стал пить на хороших на автобусных остановках стали досочки такие для лицами до информационных для реклам который закрыт там типа того я начал вешать туда но знаешь какой продукт получался ты вечером я в постановке полдесятого вешаю на следующий день допустим мы едем на соревнования детей там забираю для этого поинтересуюсь то есть получается я утром уже смотрю а это объявление сорвано то есть чтобы попасть под стекло на эту доску и должен прийти куда-то в администрацию под каким-то предлогом сказать кто ты на каком основании если у тебя разрешение допуск то есть такая бюрократия начинается а я работаю по совместительству у меня язды в 6 заканчиваю всем пол седьмого я должен быть за 20 километров уже быть на на следующем месте работы и никто мне в этом не может помочь могут подожди сейчас не могут нет я веду не выстроена схема то есть ведь то есть не я дужу срывая съесть те марта я же говорю систему жизнеобеспечения только вот вот они извне которые работают тяжелая атлетика сейчас то есть мозг это та самая система про которую ты говоришь центральная нервная система высшая нервная деятельность не осуществляется все импульсов нету энцефалограмма я пробовал давать объявление палец пытался в палец честно хотел работать а мозг не давал импульса все палец работать не будет вот я обратился в гранд-троу может сюда сядь не менее просто пример приведу в плане массовости как я хотел привлечь как можно больше детей или желающих заниматься и вот я обратился в газету в городскую а мне говорят вы кто не объявление а на это вам надо чтобы ваш ваша организация обратилась на это 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 мудро вот я хочу лично свое объявление разместить а вот это частное лицо тысячи пиццов но они они правы но я живу в плане бюрократии вот была бы разработана какая-нибудь схема для для какая-нибудь бонус или там одно объявление в месяц может а то или иной клуб а же сместить бесплатно все хорошо я понял за своих короткий спич ты сказал несколько раз слова не знаю значит собирается умные люди в исполкоме федерации города региональной федерации какой-то и федерации россии и в условиях к сожалению этой пандемии в зуме где-нибудь собираются и решают ребят а как нам сделать то надо давайте я пойду министерство и совместно с мин образование мы составим бумажку который по которой вас пустят школу это будет пропуск как говорил профессор преображенский вот взаимодействие департаментов взаимодействие федерации нулевое получается это подтверждение твоих слов моих слов точнее что система она упадочно она никакая о чем можно говорить о каких медалях можно говорить когда тренер он он не должен разбираться в процессах продвижения своего вида спорта в бумажном виде да то есть какую бумажку надо составить чтобы зайти в школу еще что то он должен сказать мне надо пойти в школу а специальные люди в исполкоме они эти бумажки прошибают и организуют все пожалуйста тренер заходит в школу и объясняет людям какой есть прекрасный вид спорта тяжелая атлетика когда я учился в школе никто не зашел в мой класс и не сказал а я учился в школе когда 80-х годах начало 90 никто не зашел в школу и не сказал функция вариант с конников отеляев рядом чеберкин приезжал туда представляешь как голубь не ребенку было бы вообще позаниматься такими людьми никто не зашел тогда не было ни охранников никого никто не пришел тогда уже система была никакущая пришел парень из тех усинка и каратэ и там я остался став кандидат в мастера спорта вот там остался зашел бы пришел бы штангист я бы с удовольствием пошел заниматься штангой тоже мальчиком это нравилось у нас было активное детство по гаражам лазить еще то есть энергии куда-то надо было девать а здесь тебе вот энергия и перспективы класс и вырос я не золотой ложкой ворота то есть мы весьма бедные всех были дети поэтому с удовольствием пошли в бесплатную сердце и ездит по сбору о вообще бы нету системы которая позволила бы адекватно продвигать развивать ангажировать любой проху практический вид спорта да если сейчас самостоятельно начнут и частное лицо коммерческая идея да как как будто я откуда-то из них а если ты будешь ключ какой-то если ты будешь чрезмерно активным они подумают что ты какой-то преступник ну может педофил правда кто тебя знал никто за тебя же не клуб официальную бумажку не дал то что тебя нету в медицинских базах пока и вот пока можно поэтому необходимо ко всему подходить системно тренировочный процесс системно к развитию системно а то вот смотрите человек поднимает 300 килограммов ну что поднимает он поднимает вы список препаратов напишите на которых он поднимает а потом будем говорить а то у нас все вот смотрите сколько поднимает потом раз поймали нам нужна репутация репутацию потерять очень легко на работах крайне сложно нужна репутация нужны годы закрытой работы никаких инстаграма никаких кривляний в тик токи только работа только с перспективными у нас профотборта нет когда биопсию проводили последний раз сборник нашим юниором или там кто перспективным младших возрастов думаю что ему надо в марафон идти а он штангу поднимает корячится бедняга сколько штангистов и сборной и сколько тренеров этих штангистов который на сборы ездит ездит на соревнования за счет налогоплательщиков сколько знает сколько у него какой процент быстрых мышечных волокон и медленных мышечных волокон что именно это определяет твою расположенность в твою перспективность в определенном виде спор а поднимает все нормально поднимать на технику поработать и ноги закачать на плечо болит закачаем надо закачать у меня идея была договориться с депутатом московской городской думы которая является главврачом одной из больниц у нее не больница а просто сказка но fmba тоже надо за что-то бабки получать и там отвозят в эту больницу на кантемировской там проводят я сам был там на умо с ребятами штангистами пятнадцатом году грижи че там только не находят а хилстон вижу не допускать разбираться в результате чего самый ценный ресурс был испорчен штангист в федерации он не должен рассматриваться как некий живой организм некая такая душа высокоорганизованная личность это ресурс самый ценный ресурс испортил его неси ответственность по всей строгости а испортился чертся ну бывает чем не травмировать все травмировать надо разбираться надо проводить анализ что было не так я говорю только с перспективными только с теми кто живет этим вот тогда можно требовать но если они хотят больше там зарплаты они результат то о чем можно говорить одно с другим взаимосвязано прямая корреляция будет результат будет зарплата только сначала результат они зарплаты а я поспрашивал тренеров я без фамилии специально кто-то себя узнает что нужно для того чтобы ваша эффективность ваш эффект полезного действия возрос поднять зарплату в итоге получается что тренер что он не хочет работать он все знает но он за такие деньги просто не будет вкладываться в свою работу или что он на самом деле просто ничего не знает но хочет денег это политично как-то нелогично надо сначала показать результат а потом уже деньги будет деньги будут а а а а а а а а и а и и а и